итак все запись пошла так сергей день добрый а здравствуйте как погода в наберных челнах у нас холодно конечно ветрено очень сильно на улицу вообще не выйдешь то есть последнее только трейдинг сидеть в теплой квартире торговать да 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 именно это скрыть а возможно назвать успешным трейдером успешно достаточно тогда расскажите про свои методы давайте грали откроем ну давайте вообще используя смотрите пришел на рынок вообще 2013 году было это вообще случайно мне жена подарила как-то валюту продав ее по выгодному курсу там локальному я понял что это можно заработать и тогда в то время очень жесткие такие рекламы форекс были как раз ну и соответственно возникла идея я же могу в принципе заработать зашел туда естественно и там конечно же просадочки потерпел использовал там дальше также торговлю не понимал почему не получается думал все это манипуляция перешел на фондовые рынки на срочные и там абсолютно то же самое то есть быстренько начал искать наставников и методы которые работают тех анализ уже попутно как раз изучил и попался мне один человек его зовут андрей он не получается дал как раз методы вот эти волнового анализа а почему я на них обратил внимание потому что он прогнозировал точно рынок его движения и вплоть даже время видел но время он видел другим методом уже это ганна так вот я начал получается его изучать в тринадцатом году и попал на ралли такое хорошее в четырнадцатом году а естественно рисками я тогда не оперировал на этом бурном росте у меня пошли хорошие плюсы на каждую маржиналку на срочке я увеличивал позицию фишки то есть соответственно начинал еще тогда контракт 100 рублей что любит в этом районе вот потом когда коридор расширили конечно стрельнул это все там прибыли были наимоверные но помню отчетливо один денечек такой где больше половины всех этих процентов слил это именно после нового года когда рынок открылся вроде движение то было небольшое управление рисками не было то есть большая часть просадки я получил соответственно я начал углубляться уже в риск менеджмент попутно уже стал изучать дополнительно в са потому что волновой анализ эллиота он дает лишь принципе цикл и направление что может происходить с рынками с активами но как в торговле в чистом виде его использовать очень сложно во первых риски высокие и очень много различных вероятностей то есть события развития соответственно пришлось искать уже тот метод который именно будет отслеживать крупных игроков узнал я метод дебса начал плотно сидеть учить и изучать дополнительно то есть включал этот метод ай и посредством этого метода научился кстати фильтровать вот эти различные варианты более точно стали видение по рынку соответственно то есть если крупняк допустим я вижу там не поддерживает направление сценария соответственно альтернатива это просто убирается и все вот ну уже торговля начала уже улучшаться в тот момент как раз это какой год был когда снижение самое такое мы увидели самая жизнь кстати вот как раз на этом рублей написано это вот как раз был пятнадцатый год в этом тренде я уже осознанно начинал идти наверх на сторону 80 там уже про доходность в этом тренде было конечно же меньше там не получилось двести сорок процентов заработать это был мой рекорд и вот как раз свои рекорды там было два локальных момента таких это первый трост и падение с просадкой там в районе 80 я зафиксировал этом тренде а дальше уже двести сорок радовался все хорошо как бы круто на снижение чуть-чуть отработал но я собирался там на пятую волну соответственно меня ударили опять и снова как бы такой боковик долгий рубль ушел перестал торговать начал переключаться в этот момент уже на фондовые рынки а тогда я как раз начал уже изучать плотником более-менее портфельного управления как это как отслеживать рынке как правильно ведется то есть из трейдинга стал переходить потому что в этот момент уже прибыли как таковых не было то есть там вот на этом всем снижение там где-то на полгода на даже может больше прибыли вообще никакой не видел а соответственно просадочки все туда-сюда около нуля а в шестнадцатом году получается когда мы опять 50 там достигли 55 я решил проработать опционы я четко видел понимание то есть было слишком жесткой уверенности в том что он стрельнет было глупостью я заскал ну прям высокие риски поставил очень высокие за счет этих рисков я поднял конечно 800 процентов но я принципе рисковал всем своим депозитом понял что конечно фортанула после этого опционного опять момента опять у меня начались такие стадии туда-сюда то есть опять ушел на фондовые рынки в принципе уже более-менее как-то начал отрабатывать там восемнадцатые годы 19 хорошо закрыл прошлый год хорошо закрыл достаточно вот но единственное в этом году пока еще испытываю проблемки я долго проблемки связанные с криптовалютой я долго не заходил что вот рынок такой манипуляционный как бы сейчас также считаю но в этом году мне конкретно в сентябре показали то есть то есть опять убеждением и поломали работал там на одной волне вниз в итоге мое убеждение завело мне в просадку 30 процентов достаточно по всем капитал если брать общее вот соответственно теперь тихонечко перехожу вообще на локальный на фондовых рынках то есть на локальных отработках вот потому что я жду один интересный момент еще с прошлого года ждал вообще этот цикл падения кризис удалось кстати увидите изначально когда я начал сектора прошивать именно почему-то сектор здравоохранения видел в рост я видел цикл снижения но не мы не понимали почему-то другом мы думали обсуждали это постоянно но потом удивились коронавирус как я услышал первое слово думают и юмор как вы а потом уже понятно все стало вот и соответственно получилось удачно взять это движуха вот такой момент а сейчас как бы что происходит я в течение этого года практически не торговал потому что уже я занимался сбором своей команды то есть у меня всегда была мечта как бы не единомышленно торговать а со своими участниками кто меня понимает то есть своих же людей собрал команду вот сейчас плотно как раз прорабатываю риск-менеджмент потому что люди начинают на этих волатильностях теряться это слышно видно вот и я особо начинаю много говорить именно риск-менеджменте даже калькулятор все сделали такое чтоб человек мог спокойно сесть и рассчитать прежде чем войдет понимать сколько он рискует а никогда вошел потом атакует много сколько я рискую то есть вот а циклы почему они торговал потому что я видел движение вот это все вверх которая после обвала коррекции наверх пошла а я видел надутое движение то есть нет объемов нет закупок особо таких не вижу поэтому как сборка портфеля остановилась и в принципе я ждал от этого снижения него нет и нет как вода то есть я до сих пор продолжаю ждать и просто сейчас уже концу года начал локальный момент отрабатывать еще в этом году сын родился поэтому практически особо-то не до торговли было вот такие моменты а по рынкам получается что я сейчас вижу давайте мы сейчас остановимся . методы значит вам помогают сильно помогают вы нашли свой метод стучу по деревяшке конечно вот и сколько этот метод помогает вам добывать угля в год процентах в процентах но минимум 30 процентов способен заработать на портфельном управлении на более консервативно потому что когда я риски резко убрал прибыль соответственно тоже присела но уж лучше прибыли какую-то недозаработать чем потерять свой капитал я в этой стороне да уж конечно устанавливаться будет в два раза тяжелее а теперь я вас перебил вы хотели сказать про торговые действия да то есть я вот уже как год сижу высиживаю один момент не высиживаю в позиции а именно наблюдая а именно индексы 500 меня интересует как бы и индекс ммвб а я подготовил такой моментик чтобы понятно было вот такая картиночка по сути вот в этой структуре расписан весь индекс ммвб и смп 500 что такое то есть эта структура как раз волну цикла волн стадия роста и стадия как раз рецессии коррекции и на мой взгляд глобальный индекс и 500 находится как раз таки вот здесь сейчас а в какой-то момент я жду вот это большое глобальное снижение там в район сколько там 2 500 что ли было то есть диапазон там 4 подволны мвб находится в такой же ситуации и коррекции как особо и вот эта пятая волна мне не нравится тем что там нет особых покупок то есть когда идет накопление там ярко это все видно и рынок достаточно уже так не корректируется сильно плюс он цели выполнил когда развивал не удалось вот этот момент который сегодня сейчас где рынок находится то есть сейчас 4 800 там да то есть плюс-минус и увидеть вот это именно уровень и откат как раз кризисного вот это тоже удалось увидеть именно с этих уровней и сейчас я жду в принципе вот этого момента глобального поэтому очень аккуратно начинают действовать по индексу мвб тоже самое абсолютную ситуацию вижу то есть он находится в пятой волне но находится грубо говоря здесь 4 у него откат в 4 должен быть и в пятую еще локально как бы и тогда цикл закончится по всей видимости но тем не менее жду откаты поэтому длинные позиции долгие я не удерживаю но я увидел идею именно в отрасли это угольный и металла уголь уголь металла почему сейчас отрабатываю потому что они не доделали кое-какие моменты у них есть еще добивка вот этих вот пятых волн у угля вообще вся третья целиком намечается я их через китайский етф прошивая через фонды потому что я в ему вижу там накопление вот и соответственно локально уже более ориентируясь именно наши рынки на рынке сша то есть пока что есть идея именно в угле и в черных металлах вот черный металл локально также я в принципе прорабатываю все моменты связаны с серебром и золотом то есть но я не торгуем напрямую опять же берут его через фонды какие-то там производные до которые инвестируют за добывающей компании либо конкретно в какие-то компании которые интересны потому что риски напрямую с металлами очень высокие вот дальше это что сейчас я делаю в принципе дальше я уже жду какой-то валютная ралли именно связаны с баксом но меня интересует именно фунт фьючерс и евро евро бакс фьючерс тоже я ожидаю там ралли мощно мне кажется что коррекция то есть вот это все что движение мы видели за последний год это все коррекция соответственно я ожидаю уже дальше выход в третью волну то есть я предполагаю что неминуемо какое-то снижение доллара вот так же веду сейчас накопление именно связаны с рублем жду еще пониже конечно же но уже начинаю потихонечку накапливать тем планов что мы снова опять придем к 80 какой-то момент я не очень вас прямо то есть вы не дожидаясь торгового момента выше не дождались нужно накапливается нет я дождался практически у меня большой диапазон такой широкий я потихонечку на определенный риск начинаю набирать копеечками то есть грубо говоря вот дальше получается а на следующий год я уже в принципе мне интересует банковская отрасль то есть это будет ли на следующий год не знаю но я жду также прошел по секторам сша россия я жду коррекции по банкам по всем финансовым секторам но у них там прикол то есть особенно и т.с. там есть один в сша в секторе да мы их много там на самом деле но жду второй волны а там у них потом движение в третьей то есть банки там на чем-то выигрывать начнут опять же то есть интересно отработать после коррекции конечно же ну и соответственно все связано с нефтью сейчас я вижу цикл который последний рост был этот как какие ну вот последний рост сейчас скажу с какого года у нас это этот год с двадцатого года вот этот минимум который был то есть по факту сейчас нет тоже сделал этот импульс а я предполагаю что будет большая коррекция вот уже возможно что мы сделали вот этот максимум и возможно сейчас будет большая такая коррекция возможно она уже пошла потому что объем на продажах реально есть жду где-то в диапазон хотя в этом 55 примерно есть цели пониже конечно же но там по факту уже будем разбирать смотря как и кисти накопления и соответственно после также нефти раз торговые через моментик один такой дрип на мы все знаем он как работает на рост когда нефть падает но второе значение риски там повышенными то есть именно на импульс я хочу отработать вот соответственно а дальше уже по коррекции когда закончится я в принципе планирую подбирать на рынке на и компании и отрабатывать уже наверх пробовать то есть хочу дождаться сейчас на следующий год более каких-то оптимальных цен хороших трендов начать у них работать все такие вот идеи как раз сейчас ну известно что в крипте стопы сложно ставить потому что там все очень быстро может пролететь прямо когда мы спим у вас вообще то стопы то есть какие-то обязательно всегда я ставлю стопы но они у меня бывают плавающие на диапазонах работаю именно то есть есть первый стоп грубо говоря есть второй стоп где конкретно позиция закрывается с максимально просадка ну а как же так получилось криптой это было на ночь опять же то есть там резкое движение такое было у меня почему-то там лимитные ордера вообще исполнились по самым там критическим моментом значению то есть я это до сих пор не понял и с тех пор я прекратил с этим брокером в принципе работать неоднократно там пролетали заявки отменяли лимитные ордера то есть что сам складываясь таким интересным образом поначалу все было хорошо когда туда зашел то есть дождался падения по плану думаю донышко начну отрабатывать от работу дальше в принципе был по плану один момент но его не дали как бы соответственно ошибка вот именно сработка то есть первая ошибка я не смог выйти полным на этом большом движении резко меня вытащили нагрузка у меня слишком большая там было вот такой момент хорошо на вы подписаны на проектор или читаете каких-то волновиков других не всегда проектора я подсчитываю как бы но через людей которые в принципе уже доносят перевод там есть один девочек такой вот и он в принципе даже общался лично с проектором и бывает всякие разработки введение но видение открывает получается но в основном теорию доносит по сути за мной галетний опыт теория вообще не изменилось вот как она есть так есть то конечно есть другие или очки до которые допустим какие-то даже уже новые волновые модели придумал названием новые дают но по сути это не так человек идет от сложного к простому хотя надо простого к сложному обороту шить и тогда меня начинает работать я скажу что у каждого додика своя методика если вам помогает хорошо я никакие волны не верю последние интервью с волновиками заканчивались у меня дикими скандалами один вот деньги в управление взял после интервью не отдает мне пишут письма повлиять на него чтобы он деньги отдал страшное дело вообще я согласен потому что поэтому на чистом волновом анализе не остановился чисто волновой анализ он как немножечко принцип казино дает такой поэтому он в виде до цикла то есть видишь ты куда куда-то там что-то но конкретно ты не сможешь торговать нормально инвестиции какие-то можно применять но опять же с управлением риск-менеджмента 0 говорю то есть именно высада и более конкретно направлению же я вижу допустим объем прошедший кто-то заходит соответственно там есть свой метод тоже понимание уже начинаешь от этого метода отталкиваться и риски меньше получаются и стопы покороче но за счет более коротких стопов риски поменьше выходит сергей зачем вам команда мы сектора прошиваем всякие различные то есть наблюдение рынка становится намного быстрее будет намного эффективнее допустим когда я с людьми буду сидеть наблюдать рынок чем один потому что когда один еще торговал а бумаги то разложишь все вроде да но иногда даже уведомление не помогает сделать вот допустим об и пропустил забыл про бумагу а команда она позволяет как-то вести какие-то идеи тоже свои накидываю то есть я не всегда приходится постоянно там 24 часа сидеть весь рынок мониторить а сколько делок вы сделаете в месяц примеру тут я бы сказала в месяц но бывает 34 не более на конкретнее все я не торгую слишком агрессивно понятно то есть команда она должна вам помочь как вот там-то ракету примера вы это не видите да да то есть ожидаем то то они по своим то есть методом тоже дополнительно то есть и начинают рассматривать различные способы то есть способами различным находит идеи в чате там закидывают идеи и начинаем делиться соответственно вырабатывать сеть момент а какие у вас планы на будущее вот вы зарабатываете деньги с трейдинга у вас какая сама цель вы хотите доказать что вы лучший трейдер татарстана или россии или мира или хотите просто купить какой-то город а может не город или на какая цель его жизни мне нравится здесь что нет границ по образованию здесь постоянно приходится чему-то новому учиться то есть даже сейчас я продолжаю изучать допустим метод гана не остановилась на книги по фундаменталу сейчас изучаю читаю оплотником то есть здесь нет границ и жизни не хватит что в принципе все изучить и завлекает интерес то есть это жизнью слилось в принципе тут такое несколько творчества скорее всего я раньше сам поваром как бы работал да и может быть есть именно такие творческие моменты то что нравится попрогнозирует порисовать то есть я не стараюсь кого-то убедить в чем-то в любой момент если ситуация на рынке не моя я могу быть неправ а другой человек будет прав зачем кого-то убеждать в этом просто нравится заниматься этим делом какой-то кайф испытываешь внутренний а понятно как вы батарейки при заряжаете как отдыхаете все-таки трейдинг это не самое легкое занятие нашей жизни спокойный ритм жизни в виду ложусь 10 алкоголь ничего не пью не употребляю спокойно отдыхая вот поэтому достаточно сил хватает плюс различные прогулки различного рода дыхательной практики медитации сейчас очень много появилось телеграм-каналов youtube каналов есть люди которые по своим подходам к трейдингу вам близки и вы думаете ага можно что-то интересное у него перенять да конечно таких достаточно много особенно я вот работаю с одним человеком у него методы абсолютно другие вообще не связаны ни с ломами не суса но у нас постоянно сходятся планы и цели то есть частенько они отрабатывают но он более точнее а видит рынок в плане я диапазонами работаю вижу а он точными ценами прям весьма там ган тоже пришли ты всякие методы плюс подсчитываю наших различных топовых фундаменталистов экономистов как-никак они мудры мысли тоже несут ведь вот который хотя бы на какую-то идею то есть я не использую их торговли но допустим я так папа надо туда посмотреть эти если там моя идея или они хотите фамилию назвать хоть одну коган примеру максим это абрасимов мой товарищ познакомь это вот основные как раз и иногда подсчитываю это уже иметь его даже забыл оленяков василий вот его иногда она смарт лап вот недавно зашел то есть как бы сейчас вас начинаю читать людей спикеров потому что много было меня познакомили с вами маска только совсем недавно вот тоже ну и в принципе все я стараюсь не распыляться но это правильно читает читайте только оленякой меня нормально спасибо большое сергей за интересное интервью оставайтесь пожалуйста на линии